Все отлично. Сегодня я прочитаю вам лекцию суточное мониторирование артериального давления. Как известно, когда мы что-то оцениваем, мы должны опираться на какие-то нормы, какие-то рекомендации. Ну и какими бы авторитетными ни были европейские, американские рекомендации, все же мы живем в России, и у нас есть свои рекомендации. Вот в частности по артериальной гипертензии последние были изданы в 2022 году. И согласно классификации давления, позволю себе напомнить, оптимальным является артериальное давление меньше 120 на 80, нормальный 120-129 на 80-84. И высокая нормальная 130-139 на 85-89. Обратите внимание, что ниже приведена классификация согласно американским рекомендациям, при котором наше высокое нормальное давление соответствует артериальной гипертензии первой степени по американским рекомендациям. Сразу скажу, что наша классификация соответствует классификации, которая приведена в европейских рекомендациях. Ну и артериальная гипертензия первой степени 140-159 на 90-99. Второй степени 160-179 на 100-109. И артериальная гипертензия третьей степени, когда давление больше 180 на 110. Ну и выделяют изолированную систолическую гипертензию, когда повышается только систолическое давление больше 140. А диастолическое остается в пределах нормы меньше 90. Как мы знаем, существует несколько способов контроля артериального давления. Это офисное или клиническое артериальное давление, домашнее мониторирование и суточное мониторирование артериального давления. Офисное, или его еще называют клиническое артериальное давление, измеряется аусклутативным методом Короткова. Позволю себе напомнить, в 1905 году Коротков обнаружил звуковые явления, возникающие в плечевой артерии пациента на фоне декомпрессии предплечевой манжеты Ривороч. К преимуществам метода относятся его доступность, простота, быстрота регистрации, точность, надежность и возможность многократного безопасного использования. Давайте вспомним механизм измерения артериального давления методом Короткова. В манжету нагнетается воздух, и когда давление в манжете сравнивается и превышает давление в плечевой артерии, кровоток практически останавливается. Далее при стравливании воздуха, когда давление становится меньше, чем давление в плечевой артерии, по ней возобновляется кровоток. Правда, кровоток пока турбулентный, возникают первые тоны Короткова. При дальнейшем стравливании тоны Короткова усиливаются. И когда уже давление в манжете ниже, чем в плечевой артерии, тоны Короткова перестают выслушиваться. Соответственно, первые тоны Короткова, когда мы слышим, регистрируем систолическое давление. И когда тоны Короткова исчезают, фиксируем диастолическое давление. Правила измерения клинического артериального давления. Правила эти, конечно, очень простые, но нередко мы забываем о них. Перед измерением давления больному необходимо посидеть несколько минут в спокойной обстановке. Давление следует измерять два раза с интервалом в одну-две минуты. В положении сидя. Если первые два значения существенно различаются, рекомендуется повторить измерения. Если врач отчет нужным, можно рассчитать среднее полученное значение. Для повышения точности измерений у больных с аритмиями, например, с распространенной фибрилляцией предсердий, рекомендуется выполнять также повторные измерения. И у больных полных следует использовать манжету большего размера, так же, как и для худых пациентов. Манжета должна находиться на уровне сердца, независимо от положения пациента. Когда мы используем аускультативный метод, позже я скажу, есть еще и осциллографический, мы должны придерживаться тех правил, о которых я рассказала при измерении, при фиксации тонов краткового. При первом визите следует измерять давление на обеих руках, чтобы выявить возможную разницу. В этом случае ориентируются на более высокое значение давления. У пожилых людей, больных с сахарным диабетом и пациентов с другими состояниями, которые могут сопровождаться ортостатической гипотонией, целесообразно измерять давление через 1,3 минуты после пребывания в положении стоя. На этом слайде представлена картинка позиции сидя, спиной облокатившись на спинку стула. Рука должна лежать на столе. Манжетка накладывается на волую руку, не на одежду. Манжета должна быть соответствующего размера. Середина манжеты на уровне сердца, а нижний край на 3 сантиметра выше локтевой ямки. Во время измерения не надо разговаривать. Ноги не следует перекрещивать, они должны опираться на пол. И за 30 минут до исследования не рекомендуется курить, пить чай и кофе. Выделяют такие факторы, достаточно распространенные, которые приводят к покрежностям измерения. Это манжета, например, манжета слишком маленькая. Обратите внимание, насколько может быть завышено систолическое давление при этом до 40 мм. Или, например, манжета поверх одежды. Спина, ноги не имеют опоры. Скрещивание ног. Перед измерением давления не было периода покоя до 20 мм. Хотя, я думаю, что даже больше может быть погрешность. Разговор во время измерения давления. И боль. Как же мы будем ставить диагноз при измерении офисного давления? У всех пациентов при выявлении повышения давления в медицинском учреждении необходимо два измерения. На двух разных визитах, чтобы поставить диагноз артериальной гипертензии. На каждом визите должно быть проведено не менее двух измерений с интервалом в 1-2 минуты. И еще одно дополнительное измерение, если разница между первыми и двумя более 15. И рекомендуется рассчитывать средние из последних двух измерений. Но, тем не менее, как бы не хорош был метод, имеются его ограничения. Какие? Это отсутствие информации о колебаниях давления в периоды различной активности пациента и во время ночного сна. В том числе и на фоне антигипертензинной терапии. Это большой разброс показателей давления. Субъективный фактор при измерении давления или ошибка исследователя. Когда не соблюдаются условия измерения, или человек привык, что у него повышенное давление всегда и настраивается уже на этот результат. И также к недостаткам измерения офисного давления относятся аускультативные феномены. Аускультативные феномены. Бесконечный тонн Городкова и аускультативный провал. Здесь на схемах достаточно хорошо изображены эти феномены. Поговорим о них подробнее. Бесконечный тонн Городкова. Это явление, когда тонны определяются даже после снижения давления в манжете. Бесконечный тонн Городкова. Извините, продолжим. Бесконечный тонн Городкова. Явление, когда тонны определяются даже после снижения давления в манжете ниже диастолического. Иногда до нуля. Наблюдаются при недостаточности артального клапана или при повышенном сердечном выбросе. Например, при тиреотоксикозе. Феномен лучше выявляется после физической нагрузки. Чем неприятен этот момент? А тем, что диастолическое давление мы здесь не сможем определить. Аускультативный провал. Это явление, когда полностью исчезают звуки Городкова после появления первых тонов, соответствующих историческому давлению. А затем, когда давление выстравливается еще на 20-30 мм, вновь они появляются. Может такое явление наблюдаться на фоне резкого повышения тонуса периферических артерий. При таком явлении, когда мы его заподозрили, следует ориентироваться на пальпаторное исчезновение пульса на лучевой или плечевой артерии. Чтобы избежать ошибочного суждения о диастолическом давлении. Упомяну еще о таких явлениях, как гипертония белого халата, маскированная артериальная гипертензия и резистентная гипертония. Гипертония белого халата. Этот диагноз устанавливается у пациента, не получающего лечения. Когда регистрируется повышенное давление во время визита к врачу. Но при этом, по данным суточного и домашнего мониторирования, фиксируются нормальные цифры давления. Отмечается это явление у 30-40% пациентов. Эффект белого халата. Это разница между максимальным значением офисного давления и минимальным показателем, полученным при неофисных измерениях. Маскированная гипертензия. Этот диагноз устанавливается также у пациента, не получающего лечения, у которого регистрируется нормальное офисное давление и повышенные значения по данным суточного или домашнего мониторирования. Отмечается у 15% пациентов. И резистентная гипертония. Диагноз устанавливается, когда пациент принимает 3 антигипертензийных препарата, в том числе диуретик, в оптимальных или максимально переносимых дозах. И это не приводит к достижению целевого давления. Обязательно стоит отметить, что это касается приверженных к лечению пациентов. Таким образом, офисное или клиническое давление не всегда может дать врачу нужную информацию. Как я уже упомянула, есть такие явления, как аускультативный провал, бесконечный тон Короткова, гипертония белого халата, маскированная гипертензия. Какой же способ тогда измерения давления целесообразно выбрать? Кроме офисного, как я уже говорила, есть неофисные способы. Это домашнее мониторирование и суточное мониторирование артериального давления. По данным российских рекомендаций, при постановке диагноза артериальной гипертензии нам помогает суточное мониторирование артериального давления. Так же, как и домашнее, и офисное. Но вот, согласно нашим рекомендациям, мониторинг давления в домашних условиях рекомендуется при недоступности метода суточного мониторирования давления или из-за предпочтения пациента. То есть, все-таки, отдается преимущественно суточному мониторированию. И вот приведу такую табличку, где отмечена нижняя граница, когда мы ставим пациенту диагноз артериальной гипертензии. Причем здесь приведены значения для разных способов измерения давления. Первое – это для офисного давления. Больше 140 на 90. Второе – это амбулаторное. Причем амбулаторное приведено в средних значениях. Для дневного – больше 130 на 85. Для ночного – больше 120 на 70. За сутки – 130 на 80. И отдельно имеются значения для домашнего мониторирования при разовом измерении. Это больше 135 на 85. Конечно, у каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Например, для СМАТ преимуществами является то, что он позволяет идентифицировать гипертензию белого халата и маскированную гипертензию. Более существенная прогностическая значимость – ночные измерения можно сделать или измерения при какой-то физической нагрузке. Например, спортивной тренировке или в условиях какой-то физически тяжелой работы. Вообще, суточное мониторирование дает нам большой объем информации. В рамках одного исследования мы можем определить множество прогностически значимых показателей. Но, опять же, метод имеет недостатки. Основной его недостаток – это дороговизна и ограниченная доступность. Также можно сюда отнести дискомфорт при исследовании. Домашнее мониторирование также позволяет идентифицировать гипертензию белого халата, маскированную гипертензию. Он дешевый и широко доступный, в отличие от СМАТ. Здесь пациент вовлечен в процесс измерения. Легко измерить давление в домашних условиях. Доступно сейчас уже для всех. Но к недостаткам нужно отнести, возможно, ошибки измерения. Отсутствие ночных измерений – это основной недостаток, наверное. И, возможно, только статичные измерения, не при нагрузке. Проснемся немножко истории суточного мониторирования давления. Первыми были неинвазивные полуавтоматические регистраторы. В конце 50-60-х годов XX века калифорнийский врач с русской названием «Соколов» предложил систему, в результате которой и создали вот этот первый носимый регистратор. Пациент с помощью груши накачивал воздух, а прибор уже автоматически стравливал воздух. И регистрировались тонны с помощью микрофона на магнитную ленту. Это был, опять же, монитор дневного типа. Ночью не было возможности, так как пациент спал, грушу накачивать было некому. Затем в 1966 году появились инвазивные автоматические регистраторы. Но, опять же, большой недостаток то, что они инвазивные. Хотя можно было проводить измерения днем и ночью. И, наконец, в 70-х годах XX века появились полностью автоматизированные, можно сказать, современные инвазивные регистраторы. И сегодня мониторы артериального давления достаточно портативные, легкие. Наверное, если можно сказать, и бесшумные. Используются два метода измерения давления. Это аускультативный, о котором мы уже говорили, принцип Короткова. И остилометрический метод. При аускультативном методе основной компонент – это микрофон, который фиксирует звуки Короткова, тонны Короткова. При остилометрическом амплитуда пульсовых колебаний стенки плечевой артерии фиксируется датчиком пульсовой волны. Астилометрический метод был открыт в 1976 году. Морей сначала не получил широкого применения, потому что показался сложным в реализации. Смысл заключался в том, что в манжету наггитался воздух, давление превышалось систолическое. И при постепенном стравливании появлялись слабые пульсации плечевой артерии. Эти маленькие пульсации, которые еще называют астилометрическим пульсом, регистрируются во всем диапазоне датчиком пульсовой волны. И строится график. График зависимости амплитуд астилометрического пульса от давления в манжете. Этот график называют астилометрическим кривой или колоколом. Кроме систолического и диастолического давления, астилометрический метод позволяет оценить еще и среднее гемодинамическое давление. Ну и как при любом методе, имеются свои недостатки и преимущества. Так, при аускультативном методе имеется повышенная устойчивость к вибрациям и движениям, зато он чувствителен к окружающим шумам. И необходимо смотреть, чтобы микрофон был точно расположен над артерией. И, как правило, это общепризнанный официальный металонный метод. При астилометрическом, наоборот, имеется устойчивость к внешним шумам, но относительно низкая устойчивость к вибрациям и движениям в руке. При астилометрическом методе возможно определение через тонкую ткань одежды. При этом точность практически не теряется. И позволяет измерить давление почти у всех больных. Здесь имеется в виду, в первую очередь, у полных, у которых при аускультативном методе может быть большая погрешность. Здесь изображено устройство монитора артериального давления, автоматический регистратор с находящимся внутри него микропроцессором и мини-компрессором, который нагнетает воздух. От них отходит воздуховодная трубка, идущая к манжете. Дополнительно вдоль трубки идет провод, соединяющий входной гнездо регистратора с микрофоном или датчиком пульсовой волны при астилометрическом методе. И на лицевой панели монитора обычно имеется экран или дисплей для проведения различной информации. Микропроцессор по предварительно заданным интервалам периодически включает мини-компрессор, который нагнетает воздух в манжету. И затем через выпускной клапан происходит медленное стравливание воздуха со скоростью 4,6 мм в ступного столба в секунду. При этом одновременно измеряется давление и пульс. Показания к СМАТ не будем подробно разбирать. Противопоказания также вы можете почитать самостоятельно. Осложнения. По поводу инструктажа хочу сказать, что обязательно перед тем, как установить прибор, с пациентом проводят подробный инструктаж. Конечно, ношение прибора в течение суток является стрессом для больного. Не каждый день он проходит такое испытание. Врач или медсестра должны ясно и конкретно объяснить пациенту цель, необходимость исследования. Желательно составлять программу на 24-27 часов. И первые 2-3 часа не включать в анализ, так как это является адаптивным периодом. Пациенты разные бывают. С учетом психоэмоционального состояния можно отключить дисплей, чтобы пациенты не беспокоили показателя. Возможно даже назначить пациенту легкое снотворное. И обязательно ведение дневника, где пациентам отмечаются основные периоды сна, бодрствования, физическая нагрузка, прием лекарств и так далее. Мониторы оснащены кнопкой неочередного измерения, которую пациент может нажать при возникновении каких-то жалоб, головной боли, сердцебиения, головокружения и так далее. Перед тем, как установить монитор, мы создаем программу исследования. Обычно измеряют с интервалом 30 минут днем и 60 минут ночью. Возможно задавать различные периоды измерения вплоть до 1 минуты до 130 минут, в зависимости от того, какую цель мы преследуем. Периоды дня и ночи устанавливаются индивидуально, в зависимости от распорядка дня пациента и соответствуют периодам бодрствования и сна. Далее, после того, как мы получили данные измерения, мы должны их оценить. И в первую очередь оценить качество выполненного исследования. Должно быть не менее 70% успешных измерений от общего количества. Минимальное количество успешных измерений в дневные часы должно быть 20, в ночные 7. Это минимум для определения средних значений давления и суточного индекса. Для оценки вариабельности за сутки должно быть уже не менее 50 успешных измерений. А для определения эффективности приема лекарственных препаратов необходимо в пределах каждого часа днем не менее двух успешных измерений и не менее одного в час ночью. Какие же основные показатели артериального давления при суточном мониторировании имеются? Это среднеарифметические и среднеинтегральные величины. В принципе, это основные показатели, на которые мы должны ориентироваться. Средние значения систолического, диастолического давления, пульсовое среднее значение, среднеинтегриномическое. И опять же, мы определяем средние не только суточные, но за каждый период времени день и ночь. И также определяем максимально-минимальные значения. А вторая группа показателей – это нагрузочные индексы артериальной гипертензии и гипотензии за определенные периоды времени. Опять же, сутки, день и ночь. Литнические изменения артериального давления – это индексы день-ночь или суточный индекс. И показатели утренней динамики. И последняя группа – это вариабельность артериального давления. Разберем каждую группу немножко подробнее. Анализ средних показателей обычно применяют систему ДАБЛ. Здесь, обратите внимание, имеется группа пограничных значений. И далее следует группа мягкой артериальной гипертензии, умеренной и тяжелой. Опять же, обращу ваше внимание, что это средние значения. За день, ночь и сутки. Нагрузочные индексы. Их имеется основных три. Индекс измерений – это процент измерений повышенного давления. Процент повышенного давления от общего количества измерений. Индекс времени – практически то же самое, только это уже время в процентах, в течение которого было повышено артериальное давление. И индекс площади. Площадь, величина площади под кривой суточного профиля давления. Это площадь фигуры, ограниченная сверху графиком кривой в зависимости повышенного давления от времени измерения и пороговыми значениями нормального давления. Также, как мы учитываем индексы гипертензии, мы должны оценивать и индекс гипертензии, если они есть. Есть, имеются различные классификации сниженного давления, но вот можно такую обобщенную учитывать, когда понижено давление гипотензия, когда при бодрствовании меньше 110 на 65 у мужчин и меньше 100 на 60 у женщин, а для сна для обоих полов менее 90 на 50. Опять же, когда мы оцениваем гипотензию, мы должны учитывать исходные данные для пациента, как он себя чувствует при этом давлении, режимы терапии и так далее. Суточный индекс – это степень ночного снижения давления, отношение среднедлинных показателей к средненочным. Этот индекс является неотъемлемой частью циркадного ритма, прогностически значимый, и мы должны всегда помнить, что снижение давления ночью не зависит от средней величины давления дневной часы. То есть, если днем давление в норме, ночью все равно, согласно циркадному ритму, оно должно снижаться. Обратите внимание, вот приведены формулы расчета суточного индекса, и выделяют четыре типа ночной динамики. Это физиологический величина средненочного снижается на 11-20%, диппинг называется. И три патологических типа с недостаточным ночным снижением давления, но он диппинг, когда снижается менее чем на 10% от 0 до 10. патологический тип с отсутствием ночного снижения давления, это night picker, и патологический тип с чрезмерным снижением, это тоже плохо, чаще наблюдается при чрезмерной гипотензивной терапии, это over-dipper, когда давление снижается более чем на 20%. Ну и, как я уже сказала, патологические типы, в частности, нон-диппер и night picker, недостаточное снижение или, наоборот, повышение в ночное время давления, являются предикторами каких-то неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. И стоит еще отметить динамику давления в утренние часы, величина утреннего подъема и скорость утреннего подъема давления. Величина утреннего подъема – это разница между утренним максимальным давлением и ночным минимальным давлением. Определяется в период от 4 до 10 часов утра. В это время обычно активируется симпатодреналовая система, регистрируется наибольшее количество больших сердечно-сосудистых событий. Ну, нормы вы видите на слайде. И скорость утреннего подъема – это величина утреннего подъема, деленная на время, когда этот подъем произошел. Нормы для систолического меньше 10, для диастолического меньше 6. И последняя группа, о которой мне хотелось бы вам рассказать – это вариабельность артериального давления. Выделяется для систолического и диастолического по отдельности и для периодов суточная, ночная и дневная. Вариабельность считается повышенной, если она превышает норму хотя бы за один период времени, то есть или за сутки, или за день, или ночь. Для большинства больных с артериальной гипертензией вариабельность давления повышена. И, как я уже сказала, она прогностическое значение имеет. Имеет корреляцию с массой миокарда, аномальной геометрией левого желудка, уровень клетинина, сыворотки крови, тяжестью, тенопатии и при других патологиях. Повышенная вариабельность давления приводит к увеличению риска в целом, сердечно-сосудистых заболеваний в целом на 12%. Опять же, на слайде приведены нормы для вариабельности систолического и диастолического давления. Продолжение следует...